Руководитель окружного профильного департамента Михаил Ферин сегодня встретился с рыбаками-любителями в неформальной обстановке. Поводом для встречи послужило повышение стоимости северо-западным управлением Росрыболовства лицензии на вылов семги. Никто не знал даже, пришли брать путёк, я уже говорю, три тысячи. Вот это же незаконно, с нашего кармана сразу рванули и вредно ограничили. Эти новости обрушились на рыбаков-любителей, как гром среди ясного неба. Многие из них признаются, рыбалка и раньше не всегда оправдывала понесённые затраты, а теперь и вовсе станет на вес золота. Да порыбачить, да ещё бензин, плюс бензин, это обходится пять тысяч. А поймал ты, не поймал, это денег стоит. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Михаил Ферин, стоимость лицензии регулирует северо-западное федеральное государственное учреждение, которое подчиняется Росрыболовству. Тот руководитель, он прислал мне письмо, я когда узнал, что цены повысили, он прислал это своё письмо. Ну, это его оправдание. Там сказано, что цена не повышалась в 2016 году. И что, ну, какие-то там у предприятий есть издержки, ну, и в его производстве. Ну, это, так сказать, это дело издержки. Вот, поэтому зарабатывается, скажем так, на местах, на рыбаках, наверное, это не совсем правильно. По словам Михаила Ферина, этот вопрос будет вынесен на заседание рыбохозяйственного совета, который планируется провести в окружной столице в конце июля-начале августа. Если основной вопрос о повышении цены на лицензию, то мы его с общей помощью, я думаю, решим. Потому что повышает у федерального государственного учреждения, которое находится не у нас, а подчиняется Росрыболовству. Они ведут коммерческую деятельность, это их заработок. Ну, это, так честно говоря, мне не очень касается, как они зарабатывают. Мы на этой территории живем, работаем. Поэтому, в первую очередь, власти, которые сидят на местах, это защитить интересы наших собственников. В 2019 году стоимость лицензии на вылов семги выросла сразу на 30%. При этом запретили ее ловить в период с 10 вечера до 4 часов утра. Это связано с организацией беспрепятственного прохода рыбы к местам нереста, чтобы она могла восполнить свои запасы. Для любительского лова предоставлено два участка в бассейне реки Печора в границах Ненецкого автономного округа. В соответствии с федеральными рекомендациями в Ненецком округе в нынешнем сезоне можно будет добыть более 17 тонн семги, включая промышленное рыболовство.